С помощью мак... 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 С помощью маккопки! Споримся раком. Травкой пахнет. Возможно, это с улицы. Мне там пахнет звездюлями. Эй, лучше секс, короче. Держи в курсе. Чё? Да-да-да. Хорошая, отличная шутка от меня, от меня. Это просто... Когда в детстве все учились отбивать азбукой моза соус, Настя специально научилась отбивать иска, потому что соус иска это... Сос иска здесь у нас с маккарошкой, сегодня это чили броско, самый большой магазин острых соусов на земле, а также самый большой русскоязычный канал об этих самых острых соусах и острой культуре в русскоязычном ютубе. Это Настя. Это Иди. И это вы, наши прекрасные телезрителя, которых мы призываем... Да, французский моднер. Да, телезрителя, которых мы призываем... Подписываться обязательно, также рекомендовать наш канал везде и поддерживать нас на Boosty, получая за это кучу плюшек, в Donation Alerts, получая за это кучу плюшек и, в первую очередь, своим вниманием и комментариями под роликами, потому что это мало того, что очень важно, и повышает нас в выдаче, в рейтингах и в рекомендательных алгоритмах ютуба, также еще и позволяет вам выиграть классный соус, новый, красивый, вкусный. И вот здесь появится анимация, которую я не знаю, кстати, Лев, ты вставляешь эту красивую анимацию? Да, подписывайтесь обязательно, оставляйте 447 комментариев минимум, и в каждом из них по 447 слов тоже. На Boosty они вообще купаются, как сосиска в макаронах. Они уже смотрят новый выпуск, вы представляете, вы даже не знаете вообще, что новый выпуск уже вышел, а на Boosty его смотрят, они смотрят его без цензуры, они уже по новому промокоду со скидоном все покупают, они получают каждый месяц классные соусы, их имена в титрах, наших имен нет в титрах. И у нас есть еще одна новость, мы запустили новый проект, это шоколад. Шоколад, как известно, не виноват, но в данном случае шоколад очень сильно виноват в том, что он такой ах... И посмотрите, это сэмплы, это не итоговый продукт, это не то, что будет в красивых коробках поставляться в итоге на зоне, в магазине, в нашем и в других магазинах, но, тем не менее, этот шоколад, над которым мы прямо сейчас работаем, у нас будет репортаж шоколадной фабрики, у нас будет много материалов этому посвящено, естественно, весь мы его попробуем. Это шоколад, в котором есть призрачные перцы, есть Carolina Reaper, естественно, это не просто шоколад. Мы же чилиброс, мать вашу, мы не можем сделать просто шоколад, мы сделали острый шоколад с цитрусами, тут лимон, лайм и апельсин. Здесь шоколад с лесными ягодами. Это том-ям. Том-ям. Прикиньте, прикиньте. Да, здесь у нас паприка копченая. Взрывная карамель, взрывная копченая карамель. Да. Соленая. Взрывная соленая копченая карамель, вот так. Бешеные вкусы совершенно, у каждого свой любимец. Фокус-группа со стороны шоколадной фабрики, которая ее производит, вообще заценила. Но самое интересное, что реально, и мы внутри команды своей попробовали, уже у каждого есть свои любимцы. Да. Будет пятый шоколад. Эти версии мы сейчас дорабатываем. Будет пятый шоколад, это челлендж непосредственно. Да, детали мы сейчас раскрывать не будем, но это будет челлендж, это будет самый острый шоколад в мире. От чилиброско. Можно, да, так написать? Все так пишут, почему нам так нельзя написать. The World Hottest Chocolate by Чилиброско, да, например. А теперь мы переходим к действительно популярному продукту, который знают и любят все. Это макарошки. С сосисками. С сосисками. А я думаю, что это чуть ли не вообще самое универсальное блюдо. Да. То есть даже котлетки с пюрой. Во-первых, пюрешку это готовить... Да, заморочить. А и котлетки, например, ты не пожаришь с яйцами там. Ну, можешь, конечно. Ну да, ну да. Здесь как-то более универсально. Допустим, вчера сварили макарохи, на следующий день закинули их на сковородку, с яйцом пожарили, сосиску туда накрошили, соусом сверху полили и уже зашли. Сосиски это супер, а сосиски без соуса, как известно, деньги на ветер. Поэтому давай, наверное, начнем. С первого? Да. Нет, давай с последнего. Ну, с конца начнем сразу. И это Хоксбресс Ки Уэст. Опять он развечивает. Хот соус. О, огонь. Хоксбресс, дыхание хряка. Красное, на прошлой передаче мы, кажется, пробовали зеленую с тобой. Да, да, с пюрехой и с котлеткой. Вот, а тут второе, сейчас Настя его откроет, я зачитаю вам описание производителя, потому что мы в новом году начали это делать, и мне так нравится, они такие дурацкие всегда. Ой, как быстро и ловко. Итак, лучше ощутить зловонное дыхание дикого хряка, чем совсем никакого дыхания, верно. Это было, это уже было, это было в прошлом, в зеленом соусе. Одинаково, специально, не заморачивайся. Нет, почему? Ну, это, ну, это как бы подводка их, у нас своя подводка, у них своя. Красный острый соус в луизианском стиле. Приготовленный из каенского перца, этот соус любим во всей Америке. Сильное заявление. Он добавит яркости и остроты к куриным крылышкам, супам, дипам, бургерам, морепродуктам, пиццам и любым блюдам, которые нуждаются в небольшой дозе азарта. Посмотрим, сосисок в списке нет, но любые блюда. Ну, у него классный такой, знаешь, морковный какой-то цвет. Ну, чуть потемнее, наверное, чем морковка. Ну, такой прям насыщенно-оранжевый. По консистенции, кстати, он, ну, не скажу, что прям совсем жидкий, но такой жидковатый. Ну, то есть это вот... Ну, да, не зря поставили. Пусть будет ограничитель. Во-первых, мне кажется, что его надо употреблять в больших объемах. Ну, то есть где-то он должен в кафешке, в забегаловке стоять, и ты прям обильно сдабриваешь свою яишенку как раз. Слушай, пахнет очень приятно. О, как-то я говорю. Ну, не, наверное, все-таки стоит убрать эту штуку. Ну, потому что иначе, да, это превратится в какой-то суходрочек. Мне очень тоже нравится яркость цвета, которого, вот, казалось бы, могли добиться, ребята, с помощью... С помощью... С помощью морковки. С помощью морковки. Морковки. Но никакой морковки здесь в составе нет. Только каенский перец, уксус и соль. Класс. Ой, ну, да, по классике я начну. Очень уксусно. Очень уксусно. Но здесь и в запахе, на самом деле. Здесь, Настю, даже не упрекнуть в отсутствии, как бы, второго носа, так скажем, да, и какой-то глубины в запахе здесь абсолютно нет. Это правда. Это уксус и это каенский перец. Он достаточно острый, потому что, ну, каенский перец тоже, как бы, знаете ли, не сильно-то слабенький. С макарохами, ну, на любителя. Слушай, вот с яйцами, мне кажется, он был бы прикольно. С сосиской он вкуснее. Но вот с макарошками мне хочется больше какой-то томатности, что ли. Или овощности какой-то, не знаю. Овощности, да. Ну, вот опять же, да, добавь морковку. Добавь каких-то томатов, возможно, я не знаю, да, ну, чего-то. Да, даже если просто морковку, допустим, и какое-нибудь количество специй другое. Ну, да, понятное дело, что вкус у этого соуса сразу поменяется. Что он уже не будет таким чисто вот, ну, с откусом каенского. Да, да, да. Перца. Как бы это речь сейчас не о том перце, который продается в пакетиках. Приправа. К макаронам действительно слишком кисло, но с сосиской отлично. Ну, то есть, я это как вижу? Можно, конечно, горчицей решить этот вопрос, но в целом на завтрак пару сосисок ты поджарился с яйцами. Ну, и сосиска еще за счет того, что она у нас немножко такая подкопченая, все-таки это мясной продукт. Она нейтрализует эту остроту, то есть, ну, все равно делает помягче. Он как бы не такой сразу острый с лапшой, да, вот он прям такой, нормальненько. Что? Ну, я, нет, я слушал. Ты просто так резко кончил. Резко оборвала, да. Ну, да, эти, вы знаете эти шутки. Ага. Ты руку мне подавал, чтобы я тебя пожаловал или что? Да, да, да. Хорошая, отличная шутка. От меня, от меня, да. Поздравляю тебя еще раз. Спасибо, спасибо. Да, и вам. Как вход, мне кажется, интересно. Можно. Ну, опять же, понять какую-то вот эту коджунскую сущность соусов. Когда много уксуса, много соли, но здесь, кстати, немного соли. Да, он, кстати, недостаточно соленый, но он действительно очень уксусный. И очень каенский. Да, да. Каенский интересный, конечно, перец. Вот, мне кажется, тут еще дополнительную кислинку как раз он за счет вот своего вкуса. Да, да, думаю, да. Да, это очень слабо, но, ну, по остроте имеется в виду, что это единица или 0,5, типа. Ну, единичку бы я бы дала. Да, да, это единица. Если, ну, я только что его из горла пил, пока ты, да, пока ты говорила. Из горла все-таки, ну, на вкус это интересно, да. Но спить его спокойно можно, если есть какое-то опыт в употреблении. Поэтому, наверное, сразу перейдем к следующему. Потому что следующий, это сразу, здесь единичка, здесь заявлено, это сразу Калис, это Новая Зеландия. Я очень люблю то, что у нас в ассортименте присутствует Калис. Потому что это редкие соусы, которые сложно достать. Но когда ты их достаешь, они практически никогда тебя не разочаровывают. Реально, крутая компания. Чипотли обычный мы пробовали. И тут внезапно выясняется в апреле 23-го года. Что у нас остался один неиспробованный. Что, да, Чипотли обычный мы пробовали даже несколько раз. А Чипотли Reaper, который под номером 8 стоит. А у них просто на этикетках указана, типа, острота. Это не острота, это, как бы, ну, вот, у них новый, да, дизайн-код такой, что они их нумеруют. А, все. Да, ну, это перекликается с остротой, потому что просто Каролина, типа, там у них под номером 10 идет. То есть, там от одного до десяти. Но это не всегда соответствует нашей внутренней шкале. И Калис Чипотли Reaper number 8. Это коллаборация между Калис и Пакер Бат Пеппер Компани. Ты знаешь, что за Пакер Бат? Вот, это чувак, которого зовут Эд. Как? Да никто не знает. Да все знают, все знают. Это самый известный селектор, который живет по Смокин Этузу. Да, да, да. Это чувак, который Каролину Риппер селектировал. В общем, Смокин Эд это старичок. Старичок. Вот, который путем селекции вывел Каролину Риппер, которую вы так любите. И у которого, собственно, компания, которая занимается выводом, производством селективных классных перцев. Более того, этот чувак еще известен тем, что он как раз-таки болел раком и ел каждый день какое-то невероятное... Невероятное количество свежих перцев Каролина Риппер и таким образом избавился от злокачественной опухоли. Это как я сегодня просто сказала, извини, что я засмеялась. Да, господи, извини, что я засмеялась. А что, бывает по-другому? Ха-ха-ха. Я просто начала читать про разные перцы сегодня. И почти в каждом написано полезное свойство, что борьба с раком. И я просто сказала, не х**, все боремся с раком, а ребятам показалось, боремся с раком. И, короче, они троллили меня сегодня весь день этой фигней. И сейчас мне начинают говорить про борьбу с раком. Простите, ничего там смешного нет, но я просто вспомнила про вот это. Ну, шутки, вы поняли, да. Но, в целом, борьба с раком это греко-римская, как бы. За хейтингом, блядь, очень плохо, очень плохо. Густой, темно-коричневый соус со специями, в котором вы определенно можете почувствовать дымный аромат от перца Чепотли. Обилие ингредиентов идеально сочетается, создавая правильный баланс сладкого, острого, соленого и, конечно же, дымного. Жар от жнеца не слишком сильный, но он нарастает. Особенно после того, как вы нальете себе несколько щедрых капель. Что вы, безусловно, сделаете. Это отличная добавка для мексиканской кухни, но также отличная замена соуса барбекю. И она особенно хорошо сочетается с омлетом на завтрак, если вы любите зажигательное начало дня. Почему мы не знали об этом, когда снимали выпуск про омлет, который выйдет завтра на ютубе? Потому что мы думали, что мы уже все съели. А те, кто смотрит этот ролик на ютубе, вот, пожалуйста, переходите на ролик про омлет. Шикарно. Я, кажется, ливанула так знатненько. Но я, как всегда, я пою всегда от любви, дифирамбы, все посвящаю чипотли. Потому что я обожаю эту копченость, я обожаю дымность. И он прям реально пахнет очень копчено, очень дымно. Он, по мне, так чуточку густоват, но по консистенции он мне очень нравится. Не скажу, что тут есть какие-то семечки, но есть определенно какие-то специи, которые, видно, тоже, да, ливанул нормально. Но консистенция крутая, это сознательный полив сейчас был. Я сейчас просто... Как же он пахнет? Просто невероятно. Я уже просто хочу его есть. Да, да. Ароматика бешеная. Это просто копоть. И, возможно, я, конечно, накрутил себе, да, потому что он все-таки называется Чипотли Риппер. Мы узнаем в описании, что там от создателя Каролины Риппер, собственно, и его же селекция. Смокин Эдс Каролина Риппер. Я знаю, что там есть Каролина, и вот в запахе я немножко, наверное, почуял вот этой фруктовости. Сладковатости. Да, фруктовости, сладости, фруктов. И, конечно, совершенно бешеное количество Чипотли и жидкого дыма и вот всей этой барбекюшности. Короче, несмотря на то, что у меня горит рот, я хочу его продолжать есть, потому что он пипец какой вкусный. Пипец вкусный. Ну, прям вкусный. И с макаронинами? И с макаронинами идеально. Вот то, что ты говорила про предыдущие, вот здесь мне хватает. Возможно, да, там, лишканула сказать про томатность, да, какую-то, ну, потому что все привыкли, что кепчук. Естественно, кепчук, вот. И здесь вот за счет вот этой барбекюшности, дымности, прям вот идеально. Насколько же хорош жидкий дым? Угу. В сочетании с Чипотли. Просто невероятно. В сочетании с подкопченной сосиской. Да. Ну, это, ну, это, что тут говорить? Чуваки, если прямо сейчас у вас есть возможность, идите на сайт Чилиброско. Пока он есть. И берите Калис, Чипотли, Рипер, Номбрейт. Воу. Это строгий рекомендацион. Зрение. Блин, я не могу, это реально очень вкусно. Очень вкусно, хоть у меня вообще в сочетании. Я тоже хочу еще поесть. Это, это великолепно. То есть, мы сейчас еще посмотрим, что там в составе. Вот как в мемасе. Это просто... Да. Очень крутой. О, но он очень острый. Ну, он... Он, ну, не очень острый, но... Да, в том числе дело, что он не очень острый. Он острый, вот прям... Он после становится. Прекрасный соус. Это точно, пока что, не знаю, для меня, наверное, открытие этой весны. Я так уже говорил, это весна. И следующий наш соус, это hot chicana fire roasted jalapeno соус. Горячая chicana, там такая chiquita. И она заявляет, что, значит, это острый соус на, как бы, на халапешках, которые не просто халапешки, не какие-то маринованные те халапешки, а они fire roasted, они обжаренные на огне. Угу. И это средне-острый соус с дымком, изготовленный из перцев, халапеньо и пекильо. Что ты знаешь про пекильо? Не дошла еще. Не дошла еще. Мощную остроту прекрасно дополняют кинза, лук и чеснок. Соус не содержит экстракта. Очень важно. Где ты его вскрыл? Вкуснейшее сочетание ингредиентов, обещает море новых вкусовых впечатлений и добавит отличного мексиканского настроения вашим блюдам. Кинза, лук, чеснок не содержит экстракта. Вкуснейшее сочетание ингредиентов, море вкусовых впечатлений и мексиканское настроение. Ну что? Ну тоже копчененько. Знаешь, этот прям очень копченый, а этот прям как будто жареным луком пахнет. Ну там в целом лук заявлен. Также кинза еще. Мне нравится, что он такой пюреобразный. Да, что у него очень много там вот, не знаю, вряд ли это семечки. Это не семечки, это как раз вот, понимаешь, в чем прикол соусов вот именно с Fire Roasted этими перцами, что они, ну вот это как нам приносили, загриленные типа перцы. И на них вот это черная гарь как бы. Поняла. И это не семечки, это именно что это гарь. И мне кажется, сейчас с сосисками это должно быть вообще лучше на свете. Травкой пахнет. В смысле? Возможно, это с улицы. Я имел в виду кинзу. Да, да, да. Я потом сказала про лук, что как бы я поняла, что вот чем-то таким овощным и зелененьким. Ну, блин, вот неинтересно твое мнение, но в запахе и во вкусе он очень сильно отличается. Мне прям вот он... Давай угадай, что я скажу на букву У. Ксусно. Угу. Я ожидала другой, если честно, вкус в сравнении с запахом. Да блин, тут еще как бы такой момент. Во-первых, мне нравится. Сейчас попробуем эту тему раскрыть. Но тут есть еще такой момент, что мы сейчас попробовали, ну, практически идеальный соус. Ну, да, да, это... И они оба, то есть здесь другая история, и поэтому нам будет не с чем сравнивать. А здесь есть с чем сравнить. Ты берешь вот этот. Он больше похож с вот этим, с первым. Ну, да, потому что здесь, конечно, очень много копчености. Здесь как будто он вообще не копченый, но он вообще по сути не копченый. За счет, видимо, вот этой обжарки, он кажется, что должен быть копченый. Ну, да, здесь вот важно, да, вот эту линию провести виртуальную, что это именно барбекю соус. Чапотли риппер – это барбекю соус. Этот вообще не барбекю, он скорее луизианский с вот этими перцами на огнях. То есть это сам по себе соус перец загриленный используется, но не барбекю. Я пытаюсь понять, с чем он будет прикольным сочетаться. Слушай, да мне кажется, с мясом он будет прикольно сочетаться. Беконом, с яйцами, прям вот так же с сосисечками. Ну, с сосисками он неплохо. С сосисками хорошо. Просто, да, действительно, нам немножечко это затуманило разум. Мой любимый Чапотли. И это дымность и барбекюшность, потому что реально я очень сильно люблю вот эту всю историю. Наверное, больше всего, даже больше, чем свои вот эти вот кисло-сладкие вот эти вот желтенькие. Приятная травянистость. Да, мне нравится, что консистенция у него клевая. По запаху он супер. По вкусу тоже вкусный. Просто, да, это вот предыдущий нам... Слушай, ну вот я сейчас сижу и думаю, во-первых, у меня хрустит, да, на зубах, ну, это пепел условный. А во-вторых, это остро, это 4 минимум вообще. Да. 4 это минимум. Даже ближе, наверное, к пятаку. К пятаку, да. То есть здесь мы сказали, это, я напомню, единица. А чё с у нас ничего из-за? Шестерка. Здесь поменьше. Но ты когда сидишь, я вот сейчас почувствовал, что и очень натуральная такая острота. Опять же, да, халапеньо. Кто бы чё ожидал. Еще пекили. Пекили причем больше. Вот, я знаю, чё за соус? Ну, перец. А мы перейдем... Если здесь все понятно. Кайф. Супер, лучший барбекю соус 2023 пока что. Классный, классный соус с перцами, обжаренными на огне. Идеально подойдет ко всему, что обжарено на огне. Здесь супер неоднозначно. Вообще не, вообще не, я не знаю. Сейчас будем разбираться. Какая странная этикеточка с этим перчиком посередине. Так, а он еще такой, ну да. Лепп. Он странный. Отсвечивая, да. Но это Хай Ривер. Это Хай Ривер Сосос Роуг. Хай Ривер я очень люблю. Я люблю Хэл Лашес. Я люблю Фу Фу Мамачу. Я капец обожаю компанию Хай Ривера. Компания Хай Ривер использует только лучшие ингредиенты, чтобы впечатлить тебя. Исключительным балансом остроты и вкуса. Абсолютно варварское сочетание самых острых перцев в мире и уникальная комбинация вкуса кровавых апельсинов. Бладоранж так называемый, да. Есть, кстати, прекрасный исполнитель. Такой Бладоранж, если не слышали. Слушайте. Бладоранж. Красный червей. Классный челик. Уникальная комбинация вкуса кровавых апельсинов, яблок и груш. И самый острый в мире перцев. Пока звучит вкусно. Делает этот соус любимым лакомством для истинных приверженцев остроты и вкуса. Освежающая жгучесть с легким намеком на сладость. В Роуг присутствуют все ингредиенты, с помощью которых ты ощутишь неподдельное гастрономическое удовольствие. Описание от производителя. Я напомню, мы не сами эту хору. Думываем все. Так, говорит, производитель. О, ну вот я начала его взбалтывать, и уже видно семечки. Уже приятно. Но очень жидко. Жидко, жидко, и не забывай, что помимо кровавых апельсинов, конечно, самый острый в мире перц. Ну, ты запах вообще заценила, насколько это апельсином пахнет? Мне там пахнет звездюлями. Мне там пахнет звездюлями. Ну, апельсином же. Кровавым, но он кровавый. Звездюлями. Ну, кровавый. Жидкость, конечно, да. Ну, я подожду, я подожду, я поняла. Тут, видимо, надо подождать. Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, подожди. Да, не, по заявке, я помню, честно, 57 выпуск, был очень давно, но я помню, что он мне не понравился, и я разочаровался. Именно потому, что я очень люблю компанию High River, и у меня всегда, как соусом, Tears of the Sun, Private Reserve, потрясающий, да. Опять же, мой на все времена лучший там хлашес. У меня высокие всегда ожидания. И тут я такой, ммм, кровавый апельсин. Но мне тогда не стрельнуло, посмотрим, как будет сейчас. Я вижу, что Настя не впечатлена. Я не могу понять. Ну, во-первых, он не такой острый, как заявлено. И он больше пахнет пипецом, чем на самом деле. Хоть в ней и доходит эта острота, но она все равно не такая, как... Да, 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 вот. Ну, хотя, я бы вот так вот поборолась вот эти, вот эти, вот эти, ну, нет, все-таки вот так. Макаримскую. Да. Вы знаете, иногда бывает перемудрят с ингредиентами. И что-то как будто не хватает. Вот какой-то насыщенности, какого-то вот насыщенности одного вкуса. Либо, ну, вы уже делаете вот это перечный-перечный, пусть там будет вкус перца. Либо, если вы заявили красный апельсин, да, там, что он будет прям супер в вкусе его, он чувствуется, но очень отдаленно. И он прям как-то, не знаю, по мне так слишком, не знаю, как я вам... Опять мне скажут, что я везде вижу уксус. Ну, вот прям вот то ли, я не знаю, то ли сладости какой-то не хватает, если это апельсин, то ли, наоборот, цитрусовости, кислотности какой-то не хватает. Как будто бы вот ни туда, ни сюда я не могу понять вообще. Реально не могу понять его вкус. У тебя вот изменилось впечатление после того, как ты его попробовал? Мне прям нормально. Не, не, он, во-первых, он острый. И он... Он своеобразный, он на любителя определенный. У меня язык... Ну, язык у меня тоже... Что там внутри, скорпёжка? Ну, там, давай разбираться. Судя по тому, как язык горит. Вот, блин, если бы они как будто бы больше груши добавили, и вот этот состав перца, было бы более интересно, если бы где-то чуть-чуть чувствовался этот апельсин. А у меня вот, понимаешь, вот диссонанс в голове из-за того, что они сказали апельсин, а я этот апельсин прям отчетливо не чувствую. Вот, у меня, понимаешь, вот такая вот, короче... Ну, я понимаю, да, то есть недостаток, недобалансировано в плане акцентов, да, что... Есть и апельсин есть, и груша есть, и яблоко есть, а разобрать, типа, конкретно... Да, и он очень перечный при этом во вкусе. Да, 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 да. И из-за этого, как бы, у меня и вот сербор в голове. Но приход прикольный, короче. Тут есть мой любимый соус, вы знаете, да, перец. Мой любимый перец это гост, за то, что он такой элегантный, джентльменский, он плавно входит и плавно выходит, да. А я всегда говорила, что мой любимый скорпион изначально. А здесь... Потому что он сразу... И здесь, короче, оба этих перца, и обоих этих перцев здесь нормально. И получается, что он плавно настигает, потом еб... Жестко. И потом плавно отпускает. Лучше секс, короче. Держи в курсе. Вот. Получается, что в пике, да, в кульминации, в своей, это скорпион. А на, как бы, в начале и в конце это призрачный перец. Интересный, интересный эффект, прикольно. Вот сейчас еб... Потому что следующий соус тоже жестко еб... Как говорится, лучший секс вообще. Вот так. Это Хатер Занелл Скорпион Стинг. Это жало скорпиона. И этим жалом он сейчас прямо за щеку тебе накидает все свои 800 тысяч сковели, Настя. Миндосказательно выражаясь. Я потому что вижу, смотри. Во-первых, здесь... Еб... А чё ты-то болтаешь? Мэш. Ну, болтай. Мэш? Да нет, это не мэш. Ну, шутка. Смотри, какой состав большой. Если мэш, я опять... Состав железный. Ну, в смысле, огромный. Это Хатер Занелл Скорпион Стинг. Очень острый соус на основе перца Тринидатский Скорпион и Призрачного перца. Опять. Лучшее сочетание. С добавлением свежих овощей и специй. Для бывалых чили-хедов. Но вот здесь, слушай, диаметрально противоположные. Перцы те же, но при этом нет вот этой паскудной для меня лично, если любите сладость. Вам точно определенных хай-ривер-роук. Нет паскудных этих фруктов. Нет никаких скорпионов этих кровавых. Ой. Апельсинов. Нет апельсинов кровавых, груши, яблоко. Здесь овощи, специи и также Тринидат и Призрачный. Но Призрачного больше. В прошлом было больше Скорпионов. Смотрите, боже мой, прошлый был жидкий, жидкий, жидчайший. А этот, ну, у меня какая-то сифа выделилась. Так я его еще не сбортала. Ну вот, смотри, я вывалил себе. Посмотрите на это, вы не посмотрите на это. Да. Но мне нравится, опять же, сразу хочу вообще разобрать состав. Измельченные помидоры, уксус, морковь, лук. Вот помидоры, морковь, лук. Зажарочка, да, такая? Поджарочка. Это супер. Потом Призрак. Здесь было больше, вот здесь, было больше Скорпионов. Здесь Призрак. Чеснок, соль, Скорпион, красный карри, душистый перец, кумин. Ой, зира и душистый перец прям чувствуется. Блин, ну по консистенту он реально выглядит, знаете, когда... Ну, правда, мелко-мелко-мелко овощи все понарубили, делали подливочку такую, знаете. А ты чуешь запахи, да? Да, именно вот эта сковородка чугунная. Да, 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 да. И на ней вот эта зажарка. Кайф. Мне очень сильно нравится эта консистенция. Это прям зажарка. Он какой вкусный. Да? Да. Он прям реально вкусный. Как будто прям сковородку запихали туда. Прям саму сковородку с этим, с маслицем. Да. Кайф. Сковородку, представляете, вкус сковородки. Облежите как не сковородку после того, как что-нибудь вкусное там пожарите на ней. Ну, когда она остынет, разумеется. Прикол, что у нас сегодня, да, это супер барбекю. Это жареные на огне перцы. А здесь жареные на сковородке овощи. Точно вот так, наверное, да, Калис-то у нас в итоге до восьмерки до своей дотянулся. Да. Был шестерка, мы его передвинули, стал семеркой, теперь восьмеркой. Все индивидуально. То, что вы нас смотрите. Огромное спасибо, что смотрите нас. Поставьте лайки, подпишитесь и обязательно поставьте колокольчик, чтобы выиграть один из наших соусов прямо со склада, закрытый, запечатанный, красивый. Но у всех индивидуально. Даже то, что мы говорим, мое не сходится с Настином, Настином не сходится со Славиным, Славиным не сходится с Ванином и так далее. И у вас у всех тоже по-разному. Три человека из чата могут любые попробовать один и тот же соус, а у них все по-разному. В этом и прелесть еды. Что она всеми, и соусов в частности, тем, что они всеми воспринимаются по-разному. Острота по-разному. Не знаю, крутой сегодня лайнап. Все соусы очень разные. Это понятно, это несменная классика. Каенский. Каенский в бутылке, жидкий. Там больше кроме него ничего и нет. Ну такой, очень похожий на классический луизианский какой-нибудь. Ну в луизианском все-таки соли. Ну да, там соли побольше. Это не солененький. Соли плюс какой-то текстуры, какой-то базы. Здесь базы-то нет, по сути. Мне очень понравился и вот этот, который на огоньке, да, перцы поджаренные, но лайтовенький. Мне очень понравился зажарочка, да, острая. Блин, да не, ну это все. Ладно, давай так тогда. Один, четыре. Да. Шесть, семь, восемь. Да, они примерно одинаковые. Ну вот этот сейчас дошел. Дошел, но ладно, да, у меня тоже дошел, потому что я покашливать что-то начала, как будто он проваливаться, да? Начал. Не знаю, короче, это опять же цифры, это все субъективно. Я их ставлю все примерно в один ряд по остроте. Шесть, семь, пять, шесть, семь, пять, шесть. И нормально, шесть, шесть, шесть. Во славу Белиала. Здесь точно меньше, здесь вообще нет. Еще у нас есть, конечно же, проект. Просто вы писали, когда мы начали говорить про шоколад, там опять, блядь, не футболка. Ага, да, 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 смотрите. Футболка! Это футболка. Итак, мы представляем вам новый лот от Чилиброс. Футболка! С принтом! Перец острый! Тренд 2023 купить онлайн! На Алиэкспресс! Да все, покажись уже. Смотрите, да, долго искали. Опять же, не подходим спустя рукава и на одному проекту. Спереди вообще бамбео, как говорится. Да. Сзади принт очень сочный, принт не вытирается. Его растягивали, тестили, все четко. Такой принт, мы его, честно говоря, приурачивали к какой-то коллабе с Чопсом. Так что история у этого тоже есть. Хотим спросить у вас, нравится вам или нет. Потому что мы хотим еще поработать над иллюстрациями. Хотим другие принты себе. Но если понравится вам, скажите, что по футболке. Спереди точно оставляем? Это кайф. По иллюстрации сзади есть вопросы. Но технологически все сделано. Соусы круто. И вот еще в очередной раз, я не знаю, меня в лирику в какую-то повело. Но в очередной раз убеждаю, что соусы это пи***. Потому что вся еда с ними интереснее, вкуснее, шире и глубже. Вот. С вами были Череброско. Кушайте острые соусы. Не забывайте макарошки с сосисками отваривать. А в принципе Настя вот сыр и ест сосиски всегда. Макароны тоже. С вами были Череброско. Любим вас. Хорошего вечера. Пока-пока. Стимулирую сценку после титров. Поздравляем. Респект таким парламентом. Поздравляем. 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 А кого надо? Ну в целом мы вообще всех поздравляем. Кого надо? Да никого я просто сказала. Пальцем покажи кого надо. Мы его поздравим. Вон он в чате. Кто ты? Поздравляем. Мы не стримим? Надеюсь. А звук идет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!